На прошлом мероприятии мы сказали о том, что скоро-скоро будут большие изменения в администрации города и края. Ну, все это восприняли как шутку, видимо, однако, позавчера или вчера, ну вот буквально недавно, один из вице-губернаторов уже покинул свой пост, пишет по собственному желанию, так как он все, что мог сделать, уже сделал. Очень интересная формулировка, но тем не менее, не стали ждать, начали покидать корабль, так сказать, те крысы, которые туда попали под флагом яблока. Второй момент, который хотелось сказать, очень навальнистые любят в интернете рассказывать, какие они либералы, какие они хорошие, правильные, толерантные и прочее. А вот мы не толерантные, мы вот плохие. Произошел примечательный факт. В России прошел конкурс Мисс Россия, выиграла ее Розакова, татарка по национальности. И что произошло? Навальнистые собрались кучу и стали гадить ей на каждой интернет-ресурсе, где только могут. Она для них черная. Так получается, все, кто не навальнисты, для них черные. Вот как они вообще чем думают, когда начинают хоть что-то делать? Россия многонациональная страна. И если выступать против татар, против башкир, против украинцев, и говорить, только мы навальнистые имеем право судить, вот это и есть измена Родине. Они не кандидаты на предателей, они и есть предатели Родины. Они предали Российскую Федерацию, многонациональное государство. И они вызывают войну. Поэтому они должны быть просто-напросто... Очень к ним либерально относятся, их не закрывают так, не арестовывают. А я думаю, что уже пора бы вот эту часть активную, которая производит массовые беспорядки, готовит их, надо бы закрыть и больше не отпускать. Только сразу в Чикаго, лет через 20, как мы уже с вами договорились, чтобы они обняли ноги статуи свободы и плакали там. Но не здесь, гадили. Кстати, Вячеслав Викторович, они вообще против России, вообще против всех национальностей, проживающих в нашей стране. Я об этом и говорю, что они просто против. Есть для них только одна национальность, навальнист. А все остальные для них не люди. Поэтому, товарищи, мы и здесь. И не будет у них никакого счастья, не пройдет их номер. Мы будем, Россия будет, Путин будет, а их не будет. И Навальный будет, но в тюрьме. Вот так вот. Так что Россия будет всегда, а Навального не будет. Я вот хотел задать вопрос, Марат Саликович. Вот мы, значит, 9 месяцев приходим сюда, к гнилому яблоку, к этому партию гнилого яблока, значит, защищая честь и достоинство нашего президента. Но почему-то вот в средствах массовой информации нет ни одной статьи о нашем движении. Почему? Вот пусть Марат Саликович ответит. Почему никто не интересуется? Почему нет корреспондентов на сегодняшний день? Почему мы без толку сюда ходим? Почему? Нет, нет этому гнилому яблоку места в нашей России. Нет. Вы хотите, Яков Якович, меня спросить, почему средства массовой информации не освещают наши мероприятия? И те 200 тысяч споров в подписи и так далее. Не, ну в интернете Навальный все, что может, делает для нас, честно говоря, вместо средств массовой информации. Вы задаете вопрос, на кого работают наши средства массовой информации? В Краснодаре. Да. Я правильно понимаю? Ну, судя по последним действиям, наши газеты и телевидение работают на кого угодно, но не на Путина, я так думаю. Ну, если бы они работали на Путина, они бы это освещали. Согласны, значит, я тебе? Поэтому я не знаю, кто ими командует, кто чего делает. Ну, мы, честно говоря, когда разговаривали со вторым каналом, представляющим здесь, они сказали, прямо ответили, эта тема неинтересна для государственного канала. То есть защита российского государства для государственного канала в Краснодаре неинтересна. Я там другие уже каналы телевизионные, газеты наши там доморощенные, вот эти вот всякие, не рассматриваю. Ну, государственный канал ответил так. Защита интересов государства не входит в приоритет этого канала. Это, я говорю, об ЭГТРК, конкретно об этом канале. Меня, знаете, вот я сказать, что там сидят сторонники Навального, ну, не хочется. Ну, честно говоря, в голову лезет уже не первый месяц. Это в голову. Вот, Вячеслав Игорьевич, ну, почему же так вот интересно? Да просто по одной простой причине. Там оптимально сидят яблочники, Навальнистый и прочие предатели родины. Другого нет объяснения. Нет другого объяснения. Есть только одно объяснение. Они изменили родине. И теперь дуют в одну дуду вместе с этими Митрохинами, Удальцовыми, Навальными, Чириковыми и прочими власовцами наших дней. Они должны были, даже не нас показывать, они должны были больше показывать деятельность Путина, Владимира Владимировича. О том, что именно делается для того, чтобы были увеличены пенсии. Что делается для того, чтобы не воровались деньги на Олимпиаде. Вместо этого они, ну, что угодно показывают. Ну, что угодно пишут. Лишь идет об элементарной пропаганде. Почему государственные каналы в Краснодаре, в частности, не пропагандируют идеи Путина? Вот этот вопрос нас всех очень сильно интересует. Мало того, мы здесь торчим, вынуждены одни из немногих защищать интересы Путина. А государственные каналы как бы над этим. Чего они ждут? Они что ждут? Кто в этой схватке победит? Я прямо говорю, победит Путин. Путин победит однозначно. Чего им ждать? Почему товарищ Караян не снято до сих пор по деревеньям? Можете мне объяснить? Она чем-то недостойна, госпожа Караян, товарищ Караян, как угодно. Она для Путина сделала не меньше всех остальных здесь сидений. Но она работала. 200 тысяч подписей благодаря ей, как и большей части. Почему это неинтересно и неактуально для государственных каналов? Ты можешь сказать, кто сидит в этих государственных каналах у нас здесь? Предатели. Вот и все. Контра. Самая контра. Пожалуйста, Петр Георгиевич Войтехов просит. Давайте дадим, Петр Георгиевич, проходите. Мне просто нервничать заставляют эти собаки. Предателей вешать.